Ее день не задался еще с утра. Ее яичница, которую она старательно готовила на завтрак, сгорела. На лбу выскочил огромный болючий прыщ, на улице была пасмурная погода. А еще вчера перегорели лампочки на фонарях, которые висят при входе их частного дома. Ее муж рано уехал на работу, поэтому она решила заменить лампочки самостоятельно. Они располагались очень высоко, поэтому пришлось достать из сарая длинную тяжелую лестницу. Залезать наверх было сложно, поскольку лестница очень шаталась. Забравшись наверх, она с большим усилием открутила шурупы и поменяла лампочки. Спустившись вниз, с огромной надеждой она нажала на выключатель света, но фонари не загорелись. Ее это безумно расстроило. «Эх, блин, наверное, старые лампочки взяла», – подумала она. «Придется лезть снова». Сходив за другими, она повторила все заново, но, к сожалению, они снова не заработали. Она сильно разозлилась и решила пойти смотреть сериал. Вечер подкрался незаметно, на улице опустился сильнейший туман, который поднял ее настроение. Ей показалось это очень атмосферным, ведь предстояла ночь Хэллоуина. Она позвонила мужу. «Привет, я соскучилась, ты скоро будешь?» «Прости, но сегодня не приеду». Начальник попросил подежурить сутки за двойную оплату. «Я согласился», – ответил муж. «Блин, я расстроилась, еще сегодня пыталась поменять лампочки на крыльце, но фонари не заработали», – пожаловалась она. «Зачем ты туда полезла? Ты что, совсем? Это же опасно. Не могла электрика вызвать?» «Я приеду, сделаю сам, больше не лезь туда». «Все, прости, мне надо бежать, целую, позже созвонимся», – сказал он и положил трубку. После разговора она вспомнила про лестницу, которую оставила у входа в дом. «Надо убрать», – подумала она. Выйдя на улицу, с большим трудом она подняла стремянку и занесла ее обратно в сарай. Что ее удивляло сегодня больше всего – она весь день не ела и не чувствовала голод. С одной стороны, ее радовала мысль, что можно немного похудеть, а с другой – еда – это ведь ее любимое занятие, но через силу она решила не есть. Туман на улице стал еще гуще, и ей безумно захотелось прогуляться. Она накинула на себя теплую куртку, на голову намотала шарф, надела зимние сапоги. Выйдя на улицу, стала думать, куда пойти. Ответ быстро пришел на ум – на пруд. Идти минут 10. По дороге люди не встречались, но из-за этого было только атмосфернее. Представь, ты идешь одна на пруд поздним вечером в 10 часов, по дороге, которую едва видишь из-за густого тумана. Людей вокруг никого, и сегодня Хэллоуин. Страшно не было, поскольку Хэллоуин – это красивая сказка для детей. Но согласитесь, приятно иногда погружаться в детство и фантазировать. Подойдя к пруду, издалека она увидела мужчину. Подходя, увидела, что он рыбачит. На вид ему было около 60 лет, он ловил на две удочки. В тот момент, когда она подошла к нему, он вытащил рыбу. «Здравствуйте!» – поздоровалась она. «Приветствую вас!» – ответил мужчина. «А кого это вы поймали? Что за рыба?» – спросила она. «Это Ротан!» – ответил мужчина, после чего ножом вспорол ему брюхо, чтобы вытащить крючок. Ей стало жалко рыбу, но она немного разбиралась в рыбалке и знала, что эта рыба заглатывает крючок глубоко, ибо другому его порой не достать. Эх, как жестоко! Но эта сцена еще больше погружала ее в атмосферу Хэллоуина. Но что ее действительно удивило, он ловил рыбу в пруду, где ни у кого не получалось ее поймать. Сколько они с мужем не ловили в этом месте, никто ни разу не клюнул. «А вы часто ловите здесь рыбу?» – спросила она. «Ну, вообще да, часто прихожу, ее тут очень много». «Странно», – подумала она, «никогда не видела этого мужчину». Затем он положил рыбу в ведро. «Вот, смотрите, девушка, вон то место хорошее, и вон там еще неплохое. Там много коряк и водорослей, рыба любит такие места», – объяснял мужчина. «Все бы ничего, но, показывая эти места, он указывал направление не пальцем или рукой, а своим длинным острым ножом. Ей даже стало не по себе. «Ой, извините меня», – размахался тут ножом. Он в голос засмеялся и затем положил его на землю. «А так тут даже сом водится, знаете такую рыбу?» Она кивнула, ей показалось это чудным, как вдруг у него снова пополовок ушел под воду. Ей было безумно интересно, кто там поймался, но мужик не торопился посмотреть. «У вас клюет, ведет уже по воде и тонет, смотрите». С азартом вскрикнула она. «Рано пока доставать», – сказал мужчина. «Странно», – подумала она, – «крючка уже давно не видно, он полностью ушел под воду». Странный мужик. «А вы сама-то откуда, девушка?» «Я с Александровки, дом 43», – она показала ему в сторону своего дома. «А, знаю, там живут военные», – сказал он. «Какой же чудак», – подумала она, – «она знает всех соседей, военные там точно не живут». «Наверное, этот мужик сумасшедший». Возражать ему она не решилась. Поплавок снова всплыл на поверхность и через секунду снова скрылся под водой. «У вас клюет». «Нет, пока рано вытаскивать», – снова ответил мужчина. «Ее это уже начало злить». «Он закурил и посмотрел на нее снизу вверх». «Одежда у вас какая-то необычная», – сказал он. «А она лишь наигранно слегка улыбнулась в ответ». «Что необычного может быть в джинсах и куртке?» «Видимо, правда, мужчина немного не в себе». «Ладно, пойду лучше домой». «Мне пора идти, спасибо, что показали рыбу». «И вам спасибо за компанию, жаль, что уходите». «Здоровья вам, девушка». «Спасибо, вам тоже». Возвращаясь по дороге домой в окружении того же тумана, она обдумывала все произошедшее. «С этим мужиком явно что-то не так. Даже немного жутковато стало. А вдруг ночью он проникнет в мой дом. Блин, зачем я сказала ему адрес? А может, он сейчас за мной следит? Интересно, он все-таки вытащил ту рыбу?» В общем, очень много вопросов, хаос и ужас творился в ее голове. Вдруг сквозь туман она заметила силуэт. Какая-то тень очень активно двигалась из стороны в сторону и будто бы махала руками. Ее охватила тревога. Приблизившись, она увидела старика. Он подметал дорогу веником. «Это что, дворник? Блин, какого черта здесь делает дворник? К тому же сейчас 11 часов вечера. Да и вообще, зачем подметать дороги? И в ночи». Этого старика она раньше здесь не видела. «Здравствуйте, дедушка. А зачем вы подметаете дорогу в столь позднее время?» «Здравствуйте. А разве сейчас вечер?» Ответил он. Она нахмурила брови и, ничего не ответив, ускорила шаг в сторону дома. «Хватит уже на сегодня безумных приключений. Этот день больше не Хэллоуин. Теперь буду его называть «День странных стариков».» Размышляла она, идя домой. Как вдруг, проходя мимо старого, давно заброшенного деревянного дома, боковым зрением заметила движение. Она медленно повернула голову в сторону этого дома и увидела, как калитку открывает старая пожилая женщина. Она была низкого роста, в длинном плаще, на голове вязанный платок, а в руке трость. В этот момент старушка резко оглядывается и, прищурив взгляд, пристально смотрит на нее. Раньше она никогда не видела эту женщину. У нее аж мурашки по телу пробежались от ее недоброго взгляда. С дрожью в ногах она как можно быстрее понеслась домой. «Да ну нахрен!» «Какое это безумие! Зачем этой старушке ночью пробираться в заброшенный дом с обрушившейся крышей?» Придя домой, сперва она переоделась, затем заварила горячий чай и после начала записывать в свой дневник, как прошел этот день. Ей было просто необходимо написать все свои эмоции на бумагу. В завершении дня посмотрела парочку серий своего любимого сериала и пошла спать. Утром проснулась от шума. Это был крик. Кричал с улицы ее муж. Она вскочила с кровати и быстро побежала в сторону крика. Открыв входную дверь, увидела мужа. Он рыдал, сидя на коленях. В руках он держал ее синее тело, обнимал его и рыдал. Рядом валялась лестница. Через несколько минут приехала скорая и полиция. Они сказали ему, что она мертва уже сутки. Она решила самостоятельно поменять лампочки на фонарях при входе их частного дома. Полезла на стремянку, не удержала равновесия и упала с высоты.